Санитарный департамент Департамент На этой неделе в департаменте санэпидконтроля заявили о том, что ситуация с распространением коронавируса стабилизировалась. И новое постановление главного санитарного врача позволило вернуться в детские сады всем желающим, а не только тем, кому повезло попасть в дежурные группы. Ровно год мы живем в условиях пандемии. В Казахстане долго не было ковида, хотя в соседних странах уже регистрировали первые случаи. А с Китаем, где все началось, у нас и вовсе общая граница. Но 10 марта тогда главный санитарный врач страны Жандарбек Бекшин сказал свое знаменитое «наконец-то» и все началось. Спустя пару дней министр Бертанов объявит, что коронавирус прилетел в Казахстан бизнес-классом из Европы. Сейчас, год спустя, в Казахстане уже другой министр здравоохранения, а предыдущий в орбите уголовного дела. Сменился и главный санитарный врач страны. Мы пережили не один кризис в экономике, здравоохранении и в отношениях с властью, привыкли носить маски, общаться и работать онлайн, научились отличать противовирусные от антибиотиков, разбираться в антителах и методе ПЦР, сломали миллион копий в дискуссиях о вакцинации, хорошо запомнили размер минимальной зарплаты в стране, 42 500 стало не просто числом, а именем нарицательным даже. И кто бы мог подумать, что год назад самой серьезной проблемой было то, как не сойти с ума от скуки на домашнем карантине. Вопреки прогнозам бывшего министра здравоохранения, который говорил о 3000 заболевших на пике, в Казахстане на сегодня зарегистрировано больше 220 тысяч случаев ковида с положительным ПЦР-тестом и около 50 тысяч с отрицателем, но схожими симптомами. Более 3000 человек погибли. О том, как прожили этот год, что было сделано правильно и вовремя, а с чем опоздали в нашем обзоре. Сейчас в Североказахстанской области есть новая инфекционная больница. Когда подъезжают, они приезжают по отдельности, принимают сотрудники. Оказываем здесь первую помощь. Это как приемный покой. И в отличие от Алматинского госпиталя, северные морозы она выдерживает. Тепло, очень хорошо, чистенько, уютно. Все новое, все чистое, все хорошее. Девушки молодцы. Что спросишь, всегда ответят, всегда помогут. Сначала было тяжеловато, но, соответственно, к лечению и совсем другое. Самочувствие, жить хочется. Проблемных вопросов не было. Мы обратили внимание на наличие еще в складских помещениях медицинских средств лекарственных, которые поступают в ССК формации. Достаточно или недостаточно. То есть, как таковых критики не наблюдаем. Также еще была критика в других областях, что именно модульные больницы, которые строились, они холодные, некачественные. То есть, мы, несмотря на наш суровый мороз, 31 градуса сегодня, Петропавловский, вот как раз мы специально выехали сюда и убедились в том, что в целом здание очень теплое. В остальных клиниках тоже все, что нужно для лечения COVID-19. Аппараты ИВЛ, кислородные концентраторы и пять кислородных станций. Создан стабилизационный фонд лекарств и для стационаров, и для аптек, причем как в областном центре, так и в районах. Были поставлены две основные задачи в руководственном области. Сформировать запас, а также снизить цену. Эти два параметра нам удалось выполнить. Значит, мы сформировали запас. Это порядка 19 тонн лекарственных средств сегодня находится в Северо-Костанском, в городе Петропавловске. Теперь в регионе стопроцентная оснащенность машинами скорой помощи. Приходилось ездить и на УАЗиках, и на Газелях. Самая лучшая машина – это новая машина. Но здесь стоит обратить внимание, в первую очередь, для удобства работы персонала. А еще появились настоящие больницы на колесах для отдаленных сел. Цена ПЦР-теста снизилась в два раза. Если брать национальные центры экспертизы, то для физлиц у них 8 025 тенге, для юрлиц – 9 000 тенге. На базе областного центра в физиополмонологии для физи и юрлиц одинаково 8 900 тенге. Участок лабораторий начинается с 9 000 тенге. И маски перестали быть дефицитом и предметом спекуляции. Теперь у них фиксированная цена в любой аптеке. Это все приходилось делать в моменте, когда проблема уже обострялась. Коронавирус застал Казахстан врасплох и ударил тогда, когда все уже расслабились. А ведь встречали первые случаи COVID-19 в стране буквально тяжелой артиллерии. 11 марта 2020 года ВОЗ официально объявляет пандемию коронавируса. В Казахстане первые случаи подтвердят 13-го. И уже 16-го президент Казахстана Касымжумар Тукаев вводит в стране чрезвычайное положение. Это позволяет более оперативно направлять финансовые средства на борьбу с пандемией и поддержку граждан. Режим чрезвычайного положения действует с 8 часов утра 16 марта 2020 года и продлится 30 суток. В случае необходимости действие режима может быть продлено. Аким области впервые выступает в телеэфире в формате экстренного заявления. Потом таких выступлений будет еще немало. Я хотела килограмм сахара купить. Его тоже, кажется, нет. Люди репостят в интернете мемы о провидцебекшене. Но при этом сметают с полок супермаркетов стратегический запас продуктов. Местные власти заявляют, причин для паники нет. Магазины никто не закроет. Продовольствия хватит всем. Так и выходит. Петропавловск начинают мыть дезрастворами. Магистральные улицы, тротуары, скверы. Обрабатывают подъезды силами КСК. У входов в супермаркеты появляются дезинфекционные тоннели. Местная радуга быстро понимает, что именно сейчас выгодно производить. А еще в считанные дни выводят на рынок собственный антисептик. До 30 тонн мы в месяц можем производить. Фасовка от 5 литров до 0,25. Имбирный чай, чай с лимоном – это совершенно не защита от коронавирусной инфекции. Защита одна единственная – остаться дома. Апрельский карантин на максимальном уровне. Закрыто все, кроме продовольственных магазинов и аптек. Все, кто могут на дистанционке. Никаких прогулок, никаких несанкционных поездок по городу. Тоже все строго по делу. Вы на работу или так? Мы домой идем. Кому идете? Откуда вы с ней поживаете? Пока не наведем порядок, пока граждане города Петропавловска не поймут о том, что нужно находиться дома, это будет на постоянной основе. На блокпостах круглосуточное дежурство, замер температуры и проверка документов. Их несколько вокруг Петропавловска. Такие же стоят по всей области. Лишь спустя три недели в городе Кемати наконец-то начнут создавать единую базу сотрудников всех предприятий, кто имеет право работать в карантин и интегрировать ее с полицейской базой «Сергек». Сегодня бизнес условно возмущен тем, что нет четкого алгоритма принятия решений по тому или иному вопросу. И, соответственно, это вызывает определенную волну негодования. Что такое действительно сложная эпидситуация, мы узнаем гораздо позже. Но жесткого карантина, как в апреле, уже не будет. Все понимают, экономика этого не выдержит. Правда, рейды по выявлению нарушений установленных правил становятся регулярными, а штрафы увеличивают в несколько раз. Уже в начале этого года в Казахстане запустят приложение «Ашик», чтобы позволить бизнесу безопасно работать в условиях карантинных ограничений. Но только по официальным данным почти тысяча предпринимателей не смогли возобновить свою деятельность. Первый случай коронавируса в области выявят лишь в конце марта 2020. 168 подготовленных коек на всю область хватит за глаза. За месяц, когда в Петропавловске будет жесточайший карантин, в больницы попадут единицы. В каждый случай станут расследовать, изолировать контактных и даже закрываются на карантин целые подъезды. И тем не менее, как бы тяжело ни было, девочки позитивные, у нас есть даже время пошутить, перекинуться словами и просто так поулыбаться, если узнаем друг друга. У врачей начинается вахта – настоящее испытание для нервов и проверка на стойкость. Всю смену они в специальных защитных костюмах и нет возможности увидеться с близкими. Они не возвращаются домой после дежурства. Пишут, конечно, мне звонят, плачут, но мы держимся. Люди выздоравливают быстро. О серьезных случаях облздрав не сообщает. В опасность коронавируса, несмотря на заявления санитарных врачей, мало кто верит. Из-за этой беспечности летняя волна коронавируса застигает казахстанцев врасплох. Тревожные новости уже приходят из других городов страны. Там растет заболеваемость, в аптеке выстраивается очередь, а к концу месяца в сети появляется вот это признание врача местной инфекционки. Сейчас уже действительно коронавирус – это тот коронавирус, которым у нас готовили еще в январе месяце. Коронавирус уносит жизни. К началу июля уже 375 казахстанцев погибли от COVID-19. Президент объявляет 13 июля – днем национального траура. В регионе быстро разворачивают дополнительные койки. В Петропавловске под это приспосабливают здание, прежде не медицинское. Сейчас уже почти 100 больных за чуть более суток заполняемость. Пока свободные места есть. Не хватает просто рук свободных принести, унести, отвезти, подать, поднять. Естественно, лифта здесь нет неприспособленной. Плановая медпомощь приостанавливается. Все силы переброшены на борьбу с коронавирусом. Нагрузка на скорую помощь возрастает вдвое. В поликлиниках формируют мобильные бригады. Они ездят на вызовы на служебных автомобилях Акиматов. И уже никаких закрытых на карантин подъездов. Госпитализируют не каждого, у кого выявляют ковид. Минздрав выпускает рекомендации, как лечить легкую форму коронавируса дома. Все стационары заняты теми, кто без медицинской помощи не справляется. Они меня стоят свитом подняли. По медучреждениям распределяют гуманитарную помощь. Она приходит из других стран и собирается внутри Казахстана. Подключаются и предприниматели, и госслужащие, и обычные граждане. Сбор средств организуют в социальных сетях. Пола-то реанимация, потому что там действительно неимоверно жарко работают аппараты. 4, 6, 8, 10, 12. Два лида 24. 26, 28, 30, 30, 24, 35 упаковок. Централизованная гуманитарная помощь распределяется по стационарам под контролем антикоррупционной службы и волонтеров. А в это время в аптеках пропадает парацетамол, некоторые антибиотики и даже градусники. Парацетамола уже недели две точно. Недели две нет. Парацетамол последний раз был, наверное, месяц назад. Градусниками как у вас было? Ну, градусников нет пока. Но к следующей волне в стране и регионе готовятся уже тщательнее. Мы существенно улучшили материально-техническую базу по сравнению с весной и летом. Да и люди становятся осторожнее. Болезнь совсем близко. Болели, конечно. Какой форме? Ну, сестра в тяжелой форме переболела, а мы как бы в непонятной. И то ли болели, то ли не болели, непонятно чем. Ну, вообще мы, наверное, все переболели еще в том году. Потому что у всех были странные симптомы и потеря нюха. Ну, как бы, знаете, мне кажется, многие люди переболели. Но я не думаю, что это так страшно. Сам вот сейчас болею, ну, не знаю, чем, может, коронавирусом. Да, болели, но бессимптомно. Тоже? Да, не, в легкой форме. Не особо. Ну, сейчас не наблюдаются. Все нормально, живы-здоровы. Да, болела. В какой форме? Ну, говорят, что в легкой, но осложнения до сих пор ощущаю. Ноги очень болят. Тяжело. У меня мама лежала в больнице, у нее поражение легких было. Тоже тяжело перенесла. Сама не болела, но родные и близкие болели. Как они перенесли? Ну, по-разному. Кто-то дома, кто-то в больнице. Нет, родственники, да, болели. Как они пережили? Ну, в больнице лежали. Сложные? Ну, нет, не сложные. Да, я переболела ковидом в июле прошлого года. А вас? Пневмония была, у меня лед, сторонняя. Ну, было очень тяжело. Конечно, на медицину нашу городскую рассчитывать не приходилось, потому что очереди везде были. Как бы никуда не попадешь. Все только за деньги. Делала платно. Только поэтому лечение назначали, ну, можно сказать, по интернету сами себе. Можно сказать, что данная волна проходит более умеренно. Это связано не то, во-первых, с приобретением опыта со стороны медицинских работников, отсутствием ажиотажа со стороны населения. В феврале начинается вакцинация. Первыми в качестве примера прививаются высокопоставленные чиновники от медицины. В ампулах российская вакцина «Спутник Ви». Ею прививают и первую группу. Это медработники, у которых наиболее высокий риск заразиться ковидом. Одновременно запускают производство «Спутника» на Карагандинском заводе. Это местная вакцина, но из российских компонентов. И она тоже уже доступна. Сейчас идет вакцинация не только медработников, но и педагогов, полицейских, госслужащих. А к маю завершится заключительная стадия испытаний казахстанской вакцины «Каз-Ковид-Ин». Минздрав заявляет о планах привить к концу года 6 миллионов человек. Мы против. Мы не знаем, если это не доверие. Нет какой-то, не знаю, недоверие какое-то к этой вакцине. Мы против. Будем прививаться, болеть не будем. Ну, пока нет, потому что вакцина вообще ненадежная. Что там в интернете пишут? Сколько людей поумерло, особенно старший возраст. Про вакцинацию я еще не думала, не знаю. Скорее всего, может быть, нет. Да, скорее всего. Мне кажется, в этом ничего такого нет. Как бы это для нашего здоровья. Хотите ли вы проакцинировать? Нет. Почему? Нет, я уже старая. Мне 60 лет. А своих детей вы проакцинировали? Нет. Они взрослые, они совершеннолетние. Так что пусть решают сами за себя. Посмотрим, как люди будут вакцинироваться. Будем мы, как будет эта вакцинация проходить. Если будет все хорошо, мы, как говорится, вакцинироваться будем. Вакцинация сейчас идет. Как вы думаете, будете ли вы? Обязательно. Будете вакцинироваться? Если, например, российский ковид, спутник ВИИ. Ну, почему? Все же прививаются, раньше прививались. Ну, насчет себя я не знаю, потому что у меня хронические заболевания, как бы, самобиолог по образованию немножко разбираюсь. А как бы вообще, наверное, нужно, тем более молодому поколению. Вакцинироваться не хотим, потому что пока еще конкретно не знаем, какая вакцина, как она будет влиять вообще на организм. Я взрослый человек, я много вакцин в своей жизни делал, я думаю, это не помешает. На этой неделе министр здравоохранения Алексей Цой обратился к казахстанцам и попросил быть максимально осторожными, особенно в предстоящие праздники. Дело в том, объяснил министр, даже тот факт, что человек переболел ковид-19, не уберегает его от повторного заражения. Глава Минздрава привел статистику, согласно которой лишь 10-15% пациентов формирует стойкий иммунитет к вирусу. Причем, чем старше человек, тем эта естественная защита организма слабее. Единственное, что может позволить людям чувствовать себя в безопасности, это вакцинация. Пока темпы ее в республике только наращивают, о формировании коллективного иммунитета говорить еще очень рано. Так что год спустя мы все еще вынуждены жить по правилам ковида. Но хорошие новости все-таки в том, что теперь, в отличие от марта 2020 года, эти правила нам известны. Продолжаем программу. На этой неделе в службе центральных коммуникаций состоялся весьма жизнеутверждающий брифинг. Директор департамента стратегического планирования и анализа Минсельхоза рассказывал о том, что уже через три года у нас все будет свое. И мясо, и колбасы, и сыр, и творог, и яблоки, и рыба, и сахар. С ним, правда, сложнее. К 2024 году смогут обеспечить потребность пока на 80%. Остальное все-таки придется импортировать. Но и это значительный шаг вперед. В общем, в отрасль будут вливать очередной поток денег. В Минсельхозе обещают льготные кредиты и субсидирование. А кроме этого еще и развитие инфраструктуры, обеспечение земельными ресурсами, подготовку кадров и даже защиту внутреннего рынка. В стране по планам Министерства сельского хозяйства должны появиться новые молочно-товарные фермы, мясокомбинаты, птицефабрики, объекты по производству рыбы и сады с интенсивной технологией. В результате увеличится экспорт переработанной продукции в два раза и повысятся доходы 1 миллиона сельских жителей. В нашем регионе будут развивать проекты по производству молока. В основном в прошлом году начали строить 11 современных молочно-товарных комплексов, 5 из них уже работают. А в этом, с учетом переходящих проектов, запланировано строительство 16 ферм. Государство предлагает такие условия, что новое направление в бизнесе начинают осваивать и опытные земледельцы. Так случилось в ТО Полудинское. Здесь много лет успешно сеяли и вот теперь начали строительство объекта для животноводства, стоимость которого 1 миллиард 800 миллионов тенге. 1 миллиард 50 миллионов уже потрачено. Будет строиться еще вот это все, картинки, она уже построена. Вот здесь будет 3 большую базу строиться. 28 на 105 метров. Коров 92 завезли, в конце года будет 800 голов. Вообще планируется 2000 голов общие. Молочное производство больше всех создает рабочих мест именно в селе. Поэтому мы настойчиво идем по этому пути. Более того, государство хорошо субсидирует. Вот на строительные монтажные работы до 25% идет субсидия. На приобретение кормозаготовительной техники 50% от стоимости государство компенсирует. Оборудование 25% тоже государство компенсирует. То есть, если все это сложить, то это очень хорошая поддержка. И вот как раз в отношении государственной поддержки сельхозпроизводителей в Минсельхозе обещают серьезные перемены. В министерстве заявляют, что наконец-то отказываются от уравниловки в субсидиях. И теперь доступ к государственной безвозмездной помощи будут иметь лишь те, кто показывает хороший результат. Для этого в прошлом году министерством пересмотрены механизмы субсидирования, предусматривающие единый подход без акцента на определенную отрасль. Также изменены пороги для доступа к субсидированию мелких и средних фермеров. Для повышения эффективности господдержки с текущего года будут поэтапно вводиться встречные обязательства для бизнеса. За счет увеличения объемов субсидирования по базовым субсидиям планируется к 2025 году увеличить приобретение сельхозтехники в полтора раза, применение минеральных удобрений в один и четыре раза, приобретение высококачественных семян в один и два раза. При этом главным принципом господдержки станут ее стабильность и преемственность. Сейчас аграрии получают из бюджета колоссальную поддержку. В 2020 году им было выдано безвозмездно более 50 миллиардов тенге. В 2021 году планируется раздать более 45 миллиардов. Основная доля субсидий достается тем, кто занимается растеньеводством, в два раза меньше животноводам. Но порядок, когда субсидии раздают всем подряд, сводит на нет эффект и даже дает обратный. Именно безвозмездные деньги привлекают в сельское хозяйство земледельцев, которые работают от сева до сева. Их мало заботит агротехнологии, они уж точно не собираются вкладывать в улучшение почвы, сорта обновлений и совсем не держатся за кадры. И способов воздействия на таких аграриев немного. Только лишь отъем земли – это очень трудоемкий, кропотливый, долгий процесс. Его по распоряжению Акима области Кумара Аксакалова активизировали, конечно. Год назад глава региона поставил вопрос принципиально, разработали даже предложение в правительстве по изменению порядка возвращения неиспользуемых на дело в госсобственность. Но даже будучи в рамках действующих инструкций удалось вернуть 38 тысяч таких гектаров. И это, конечно, политическая воля, а не что иное. Ну а пока субсидии получают все, а чтобы лишиться земли, это нужно сильно постараться. Использовать по максимуму богатые ресурсы североказахстанской земли не получается. И в этом смысле просто хрестоматийный пример района Макжана Жумабаева. Им, кстати, уже два с половиной года руководит бывший глава областного управления сельского хозяйства Кайрат Умаров. Он рулил АПК в регионе три года и, наверное, должен был поднатореть в этих вопросах. Но, увы, Абай Альжанов с подробностями. За трибуной выступает глава Жумабаевцев. Кайрат Умаров подводит итоги социально-экономического развития за прошлый год. Главные отрасли экономики северного Казахстана, сельском хозяйстве и аграрии района показали результат, превышающий кампанию 2019-го. Собрали 445 тысяч тонн зерновых при урожайности 15 сантиметров с гектара. Средняя зарплата в отрасли составила 146 тысяч тенге. Но это только на бумаге. В реальности район находится в числе аутсайдеров по важным показателям. Есть хозяйство, которое не применяет рекомендованные агротехнические приемы. При равных погодных условиях с вышеназными хозяйствами получает низкую урожайность. Такие хозяйства, как то агрофирма «Майбалак», «Раяна», «Савахадин» урожайность составила 6 сантиметров с гектара. Есть ряд сельхозформирований, которые не занимаются разведением животноводства при наличии больших сельскохозяйственных угодий. К сожалению, не все сельхозтоваропроизводители понимают плюсы введения молочного животноводства. Складывается впечатление, что многие аграрии района то ли не хотят работать, то ли не заинтересованы в результате своего труда. Топчутся на одном и том же месте, кладут себе в карман многомиллионы и субсидии от государства и вместе с этим тянут вниз экономику региона. А в итоге страдают жители. Акимобласти Кумар Аксакалов подверг жесткой критике работу районного актива, который, по сути, не работал с нерадивыми сельхозтоваропроизводителями и потерял контроль над ситуацией. Кумар Аксакалов подчеркнул, что земля принадлежит государству. И она должна приносить пользу жителям. Потому в отношении таких руководителей сельхозформирования будут приниматься строгие меры. 20 раз увеличится налог на неиспользуемые земли. А еще планируют запустить инновационный проект, позволяющий следить за состоянием каждого гектара земли. Сегодня эти нерадивые сельхозтоваропроизводители обставляются множеством юристов. Не юристов надо нанимать, а агронома путевого. Инженера надо нанимать, обучать его. За механизатора надо держаться. Создавать ему условия, вокруг юристов набрали, для того, чтобы защищаться собственного народа. Вместо того, чтобы давать своим людям на развитие экономики, вот эти заграждения делают, чтобы юридически не выбили почву. Выбьют. Обратил внимание Акимобласти и на вопрос по водоснабжению сел. В некоторых населенных пунктах, чтобы подвезти воду в дом, жителям нужно заплатить до 150 тысяч тенге. Из этой суммы часть расходов берут на себя сельхозтоваропроизводители. Кумар Ахсакала выразил недовольство по поводу такой завышенной цены. 21 век. Заслужили уже давно, чтобы вода была в доме. Это же от вас зависит. Я давал поручение, пересмотрите проекты. Не пойдет так, слушай, 150 тысяч. Огромная сумма для человека, живущего в селе. Мы же можем это сделать дешевле. Что вы сделали сейчас? Сумму озвучили, вернее, 20 тысяч тенге. Я проверю потом. Специально отправлю людей и проверю. От итогов прошедшего года к планам. В 2021 бюджет Североказахстанской области составил 330 миллиардов тенге. Плюс к этой сумме добавится еще до 100 миллиардов средств. Все благодаря комплексному плану развития региона, разработанному правительством страны. Это существенная поддержка. Это по поручению президента нашей страны. В течение пятилетнего периода по 100 миллиардов тенге дополнительно денег будет выделяться. То есть только из республиканского бюджета свыше 500 миллиардов тенге. Из местного бюджета 50 миллиардов тенге 16 марта на заседании правительства будет постановление правительства по утверждению данного комплексного плана с выделением очень больших денежных средств на предстоящий пятилетний период. В рамках комплексного плана развития средства направят на такие важные сферы, как сельское хозяйство, промышленность, инфраструктуру. Большое внимание уделят благоустройству сел и городов, ремонту и строительству социальных объектов. Комплексный план развития Североказахстанской области на ближайшие пять лет с бюджетом в 100 миллиардов тенге ежегодно – это, наверное, лучший подарок, который смог сделать региону Кумар Аксакалов на свою четвертую годовщину в должности Акима Североказахстанской области. 14 марта 2017 года Кумар Аксакалов принял регион. Встреча с активом в Большом зале областного Акимата, где представляли нового руководителя, длилась тогда не дольше 10 минут, а вот работа в областном Акимате в тот вечер дотянулась до поздна. Уже к полуночи пресс-служба Акимобласти сообщила о том, что Кумар Аксакалов принял руководителей всех районов. Эти совещания проходили за закрытыми дверями. Как было сказано в сообщении пресс-службы, районные Акимы отчитались главе региона о том, что уже сделано, и о текущих проектах, и о планах. Ну и познакомились со стилем работы нового руководителя. Пресс-служба цитировала обращение Акима области к теперь уже своей команде. «Необходимо развиваться, самосовершенствоваться, ломать старые стереотипы мышления и идти в ногу со временем», — заявил тогда Кумар Аксакалов. «Прошло 4 года. Аксакалов быстро реагирует на вопросы пользователей социальных сетей, адекватно воспринимает критику и не боится критиковать сам. Мы не бежим от проблем, а решаем их», — заявит он журналистом на традиционном брифинге в Нур-Султане. Он затевает масштабные проекты и меняет привычный уклад, если в том есть необходимость. Поздним вечером в четверг в Фейсбуке и Инстаграме Кумар Аксакалова появился пост о строительстве многопрофильной больницы. Глава региона побывал там с инспекцией несколькими часами ранее. У некоторых были сомнения, что этот проект будет реализован. Тем не менее, стройка идет, написано в сообщении. Больница откроется и двери в следующем году. Это будет самая современная региональная лечебница. Оборудование здесь установят по последнему слову техники, а медицинское обслуживание обещают, как в европейских клиниках. Эта задача, которую мы для себя поставили два года тому назад, так мы ее постепенно достигаем и она будет достигнута. Я вас в этом уверяю. Наши люди никогда никуда не должны уезжать в поисках лучшего медицинского обслуживания, а наоборот, к нам будут приезжать и лечиться. Люди, приезжающие за границей, будут получать это платно, а жители нашей области все медицинские услуги будут получать бесплатно за счет фонда. Здание больницы будет площадью 90 тысяч квадратных метров. На объекте задействуют не менее 500 строителей. Напомню, это проект государственно-частного партнерства. Инвесторами выступила турецкая компания UDA Holding. Они вложили 115 миллиардов тенге уже. Стройка началась год назад. За это время подготовили стройплощадку, вырыли котлован. Все 6 тысяч свай забили, начали заливать бетон. И даже погода не помеха. Возвели специальный тент, и под ним можно соблюдать все технологии, не дожидаясь потепления. Много было людей, которые не верили в реализацию данного проекта, думали, что остановится. Так, хочу огорчить всех скептиков. Идет строительство полным ходом. Четвертый год в Североказахстанской области выдался очень трудным, конечно. Кумар Аксакалов неоднократно повторит в течение всего 20-го, что они в постоянном поиске тонкого баланса между необходимостью введения ограничительных мер и сохранением темпов экономического развития. Вот, например, этот слайд демонстрировал Кумар Аксакалов на брифинге в СЦК. Это не просто данные по росту показателей, а в сравнении с общереспубликанскими числами. Они, как очень хорошо видно на графиках, в этом году всегда выше. Реновация в Петропавловске, привлечение иностранных инвесторов, специально экономическая зона Казалжар и перевод экономики региона из аграрной в аграрно-индустриальную, развитие потенциала Северного Казахстана и, как следствие, увеличение бюджетов на социальную сферу, благоустройство в областном центре и районах области. И, наконец, комплексный план с дополнительным финансированием проектов для повышения качества жизни людей. И не нужно далеко ходить. Вот буквально на этой неделе в Булаево открыли хоккейный корт. Его стоимость 87 миллионов тенге. Он появился рядом с местным физкультурно-оздоровительным комплексом. У нас уже этот третий за зиму, который мы открываем. Недавно открыли «Мамлюдки», было в Новой Шимке. Два хоккейных корта мы еще продолжаем строительство. Семь начинаем в этом году. В каждом районном центре у нас будет такой современный, хорошими условиями хоккейный корт. Мы должны проводить полноценные чемпионаты по хоккею в области. Вот для этого и как раз таки создается условие для развития, ну, наверное, одной из самых любимых видов спорта североконстанцев – хоккей. Продолжаем программу. Середина марта, а в регионе до сих пор самая настоящая зимняя погода, еще и с капризами. Вновь метель, бесконечные снегопады, закрытые трассы, аварии и тревога относительно будущего паводка. И чем дальше, тем более вероятного. В четверг после обеда в областном окемате состоялось совещание на эту тему. Правда, прошло оно без прессы. И в этот же день, когда вовсю еще бушевала метель, не дожидаясь окончания снегопада, как это обычно бывает, на улице Петропавловска вышла, кажется, вся снегоуборочная техника, какая только имеется в распоряжении городских властей. В самый час пик стали перекрывать улицы. Где-то работали прямо в потоке автомобилей. В общем, сложилось ощущение, что техника вышла по тревоге. И судя по комментариям в социальных сетях, недовольных пробками в часы пик было совсем немного. То, что снег с улиц областного центра вывозить нужно срочно, никто уже не сомневается. Потом пресс-служба городского окемата прокомментирует, что уборка снега будет проводиться теперь в две смены, с 15 часов дня и до утра. Жаль только, что такая мобилизация началась лишь к середине марта. А пока люди обрывают телефоны в Айку Мек с просьбой убрать снег до 70 заявок в день. Репортаж Жанель Бесенбаевой. Ну, сами видите, вот в рост человека, сугроб в рост человека, я уже, например, чищу, я не могу закинуть. По-моему, сосед мужчина, он уже тоже не может закинуть на этот сугроб снег. Мы уже не знаем, куда ложить этот снег. Если многие североказахстанцы теплых деньков ждут с нетерпением, то хозяйка дома по улице Колхозный, Косогор, 8, Валентина Афанасьева с опаской. Как только солнце пригреет образовавшиеся здесь двухметровые сугробы, они ручьями потекут вниз, ближе к постройке. Такой снежный забор, по словам горожанки, перед ее домом появляется ежегодно. Эту кучу вывозили постоянно, но я все время просила, хожу, каждый год прошу. Хотя, ну, все знают, и город знает, что такие у нас проблемы. Улица очень узкая, вот, а проезжать надо транспорту. И все кидают к моему домику. А домик этот по окошке в земле, вот. И поэтому у меня такая проблема, чтобы меня не топило, мне приходится все время просить. Если эту кучу не вывезти, в общем, вода пойдет через окошки, я боюсь. Проблему с вывозом снега Валентина Адамовна пытается решить всеми силами. Помимо обращения в Акимат, она рассматривала и частные услуги. Однако запрашиваемая сумма пенсионерки не по карману. Просмотрев объявления в интернете, мы лично в этом убедились. Чтобы очистить двор от снежных завалов, нужно раскошелиться более чем на 10 тысяч тенге. Это только за час работы. Примерно столько же и уйдет и на вывоз сугробов на полигоны. Да и по такой цене убирать снег техника подъедет не сразу. Много заявок. В ударном темпе сейчас работают и коммунальные службы. Около 300 единиц техники ежедневно вывозят снег на полигоны. В городе их 4. Во всех отдаленных частях города, это микрорайон Рабочий, Подгора, Зайсан, весь жилой сектор убирает снег. С 15.00 начинают до утра. Они убирают все улицы жилого сектора. Это первый, где большой поток машин, главные улицы. И остальное уже проулки. Жителям города остается только ждать своей очереди. Когда она дойдет до микрорайона Косогора, никому неизвестно. Тем временем в зоне резко подтопления в областном центре находятся 240 домов. Местные власти за паводковой ситуацией следят круглосуточно. Разработан и утвержден план проведения. Проанализированы подтопляемые территории за 2017-2020 годы. Подготовлена карта и составлен список мест вероятного подтопления в паводковый период. Составили карту с отметками высот поселка Заречный, Кожевины и в городе Петропавловске. Досчитали необходимое количество техники. Порядка 180 единиц готова к эксплуатации в период паводка. В районах области ситуация тоже была очень непростая. Погода сводила на нет. Все попытки расчистить дороги между селами приходилось искать альтернативные пути, расчищать там или в особых случаях использовать высокопроходимую технику спасателей. К счастью, в этот раз никого в Буранах искать не пришлось. Все пастухи, рыбаки и ижи с ними вовремя вернулись домой. Но некоторым жителям заметенных сел понадобилась срочная медицинская помощь. И вот в качестве скорой помощи использовали трекол. А вот автомобили из снежных заносов в этот день пришлось вызволять. Трассы закрыли днем в четверг. И там не восстановили движение, даже когда ветер утих. На дорогах образовались непроходимые переметы, которые расчищали уже в пятницу. Утром в пятницу после сложного дня и бессонной ночи в департаменте ПЧС собрали брифинг, рассказывает Анастасия Остертак. Сильный ветер, метель, бураны. Зима в этом году выдалась морозной и снежной. На улице почти середина марта. Но о теплых весенних деньках остается только мечтать. Североказахстанцы ее точно запомнят надолго. Переменчивость погоды приносит немало хлопот и пешеходам, и автолюбителям, и экстренным службам. Всего было задействовано у нас на патрулирование и расчистку дорог, а также спасательные операции 249 человек и 204 единицы техники. Активно принимали участие и дорожные службы, местные исполнительные органы, местные полицейские службы и также наши сотрудники МЧС. В Ясильском и Таинчинском районах работали пункты обогрева. За прошедшие сутки туда доставили 14 человек, среди которых один ребенок. Всего из снежного плена спасли 110 североказахстанцев, эвакуировали почти 40 единиц техники. На Вышимке, значит, тяжелый больной, был доставлен в Сергейскую ЦРБ с помощью высокопроходимой техники вездехода Трекол, которая у нас на вооружении имеется, значит, доставлен в Сергейскую ЦРБ. А также в Макжан-Жумубайсе, в Малверейске была оказана помощь тоже в службе 103 при транспортировке больных. Это спиридонов, сейчас это ограждение, диагноз обморожение нижних конечностей. ЧАЭСники призывают жителей не игнорировать информацию о штормовом предупреждении в виде СМС, быть осторожными и по возможности не выезжать за город. О том, чего ожидать от погоды в ближайшие дни, рассказали синоптики. В ближайшие двое суток с районов Москвы на территорию Северко-Останской области смещается антициклон, который принесет за собой понижение температуры воздуха ночью до минус 25-30 градусов, в связи с чем объявлено штормовое предупреждение на завтрашний день. К концу второй декады температура воздуха пойдет на повышение. Из-за неустоявшейся погоды все дороги областного значения и пять республиканского все еще закрыты. И вот еще чем запомнится нам эта неделя. На днях подняли цены на заправках. До 160 тенге, а кое-где и выше подорожал литр бензина популярной 92-й марки. Выросла стоимость дизеля. Специалисты называют в качестве причины повышение отпускной цены топлива с НПЗ. Транспортировку ГСМ тоже стало дороже. В службе центральной коммуникации по этому поводу собрали брифинг, но ничего обнадеживающего мы там не услышали. Скорее наоборот. Один из спикеров брифинга, которого отрекомендовали как эксперт о нефтегазовой отрасли, Олжас Бейгельдинов, заявил, что наши цены вполне себе адекватные. Наша нефть торгуется и покупается по цене около 64 долларов или 27 200 тенге за баррель. В одном барреле округлен на 160 литров. Это мера объема. Разделим 27 200 на 160 и получим 170 тенге. Это мировая цена одного литра нефти. Теперь вспомним текущую цену на бензин в Казахстане. Около 160 тенге. То есть бензин в Казахстане стоит дешевле стоимости простой сырой нефти. Что касается запасов, значит, горючих материалов, значит, 92 бензина насчитывается порядка чуть более 5000 тонн. Дизельного топлива, значит, примерно так же около 5000 тонн. В нашей области присутствует бензин только отечественные производители, значит, больше всего ориентированные на отечественные производители, значит, это Павлодарский и Атаровский бензин. Сами производим, потом сами покупаем. Три дорогие и все. Вот вся проблема. Сейчас подарили на два тенге, завтра еще на четыре. Так и сравняемся с Европой. У меня есть легковой автомобиль. За два-три дня расходуют 30 литров бензина. Получается, недорого выходит, если заправляешь немного. А если часто ездить, по карману высокая цена будет бить. Надеюсь, на другие услуги она не повысится. Не разделяет эксперт Байгельдинов и беспокойство по поводу повышения цены. Если возьмете цифры потребления бензина, продолжил он, примерно это 100 литров бензина в месяц, повышение на 5 тенге, допустим, это 500 тенге в месяц. Не такая уж сумма, из-за которой мы могли бы сильно переживать. Вклад роста цен на бензин в общую страновую инфляцию составляет 0,2%. То есть это не такие уж большие цифры. В общем, всем бы такого оптимизма. Такое мы увидели эту неделю. Информационная служба МТРК продолжает находить для вас самые интересные, самые важные новости, чтобы каждый день держать в курсе, а 7 дней спустя подвести итоги. Оставайтесь с нами, новости будут. И пусть больше будет хороших. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok